Я купил часы. Да? Повторюшки? Ну, да. И знаешь, что еще купил? Я купил под. Под 2. Что купил? Под 2. Корос под 2. Знаешь, что такое? Да. Он знает. Ну, я пейс взял. Ну, потому что... Нет, пейс это третий, да? Да, третий. Это часы. А к ним есть еще под. Ну, под это типа страйда. Да. Ну, у меня есть страйд, поэтому мне нафиг не нужен под. А ты с каким бегаешь? Я с гарминами. Уходи. Бег в Рейдинг Лайф. Здесь мы рассказываем истории про спорт, здоровье и путешествия. Бег в Рейдинг Лайф. Сейчас бежали... Мы все бежали в Питере, значит, за бег. И я когда выложил фотку в Инстаграм, мне там парень написал, говорит, мы прям рядом бежали. И говорит, ты с чем бегаешь? Потому что я, говорит, понять не могу. У тебя очень хороший ровный трек по дистанции. Я, говорит, с гармином бежал. И у меня даже GPS не поймал. У меня тоже не поймал. Вот, прикинь. А у меня прям идеально. 21 и 1 на Коросе. Вот прям четенько вообще. Писев. И она, ты понимаешь? Еще в чем прикол. Прикол в том, что мало того, что он четко поймал GPS, и там все классно, значит, у меня там выстроен. Так он еще и как-то все это сделал максимально быстро. Потому что раньше с гармином, вот я даже приезжаю иногда за границу, когда там далеко перелетаешь, он там первый раз путник ловит очень долго. А тут прогревается. Вообще просто. Нет, у меня на Apple... Как они это делают, я не знаю. Нет, у Apple то же самое. Просто странно, почему с гармином такая история. Они же как будто бы... Как будто бы Apple еще делает там вот это вот, ты говорил, по триангуляции смотрит. А эти не смотрят. Потому что нацинкарты. А у них там очень много каких-то датчиков этих, в смысле, ну, спутников. Разной системы у них. Пять, что ли? Ну, короче, ты пошел по пути как-то нормальных людей, которые бегают с нормальными часами, а не с этим говном. Нет, смотри, тут история даже была... Дело не в этом. Дело в том, что просто я... Мне нужна была какая-то мотивация. Ну, то есть, как бы... Я ищу одежда, одежда, гаджеты, да, согласны. Вот смотри, там, например, мы бежали в товару, и я купил себе кроссовки. Ну, у меня было в чем бежать. Но я нашел красивый. И я прям... Ну, мне прям... Ну, ты такой, как это, котелочка. Пошел на свадьбу в новом костюме. Вот это называется. У тебя есть такой момент с мотивацией, вот, чтобы себя как-то заставить сделать что-нибудь? Такую тяжелую тренировку тебе надо надеть новые кроссовки, например. Ну, бывает иногда, да. Ты как телочка, получается, по мнению Сашки. Ну, да. Ну, есть такое. Мне кажется, это такое у многих. Не, по-моему, это здорово. Да пофигу, как будто бы просто есть что-то, что хочется протестировать. В этом же идея. Идея не в том, что ты пошел, сфоткался в этом, а тебе что-то новое хочется попробовать. Новенькое. Сто процентов. И, соответственно, смотри, вот, например, программа, которой пользуется тренер, да, она называется как-то FSS, что-то такое. Final Search. Да, Final Search. Удивительно, но то, что подгружает в эту программу Apple, я охренел. Там по количеству... Вообще, в принципе, во-первых, я удивился, как очень хорошо и наглядно показана дата вся, которая у тебя была за пробежку. То есть она очень клево анализируется. То есть я, я начинаю TrainingPix, короче, Final Search, кстати, говно мне не нравится. Почему? Ну, ты какой пользуется программа для контроля результатов учеников? Ну, TrainingPix, и там еще есть такая... TrainingPix круч. Это интервал с IQ. Наверное, не слышали такое. Я не слышал, но вот сейчас услышал. Ну, она, короче, там примерно то же самое, что TrainingPix, что Final Search, там, объединяет и дополнительные еще там графики такие строит. Ну, в целом, как бы, она такая, как бы... Она вообще бесплатная по сравнению с TrainingPix и Final Search. Ну, и какие-то новые данные тоже дает. То есть ты просишь учеников использовать две программы? Да, да. То есть ты подключаешь... К тебе пришел ученик, ты его, значит, пригласил к себе в TrainingPix. Да. И вот это вот... Да, да, да. Как оно называется, прости? Intervals IQ. Intervals IQ. То есть тебе TrainingPix недостаточно? Ну, да. А как ты, кстати... Ну, хорошо. А зачем тебе нуждая программа? Что ты сравниваешь? Что ты там смотришь? Там, получается, там графики по форме, ну, то есть как в TrainingPix, только там немного график по другим алгоритмам строится. Ну, сочетание нагрузки и восстановления, вот это вот, она анализирует и выстраивает график формы. Не просто как вот в TrainingPix, там цифровые показатели и все. Там она как бы строит график, ты понимаешь, где ты вверх идешь, где вниз пошло, именно пошло не от снижения нагрузки, а именно от того, что человек, ну, устал и там в красную зону... Фатик. Тут, который... Ну, мне кажется, в TrainingPix тоже то же самое. То есть там два графика усталости и форма, физическая фитнес-показатель. И в Фатик это усталость. Ну, соответственно... Они, правда, зеркальные. Да, они вот так выходят. Ну, там тоже зеркально отображаются. Ну, просто... А почему, кстати, ты вот к этому интервал с IQ пришел? Не знаю. Потому что ты когда-то с ней работал и потом TrainingPix пошел или наоборот? Не, наоборот, наоборот. TrainingPix существует уже сколько? А это, ну, я не знаю, наверное, года два, два-три, может, такая свеженькая. Хорошо. А как ты вот анализируешь... Ну, дай нам... Как это? Расскажи нам, как вы, тренер, работаете? Вот я, например, на самом деле, когда пользовался TrainingPix что там нужно было? Нужно было смотреть задания, правильно? Да. Потом ты смотрел... У тебя была дата, например, старта, и ты к нему идешь и смотришь, чтобы твоя форма к старту была там, условно говоря, какая-то, правильно? Ну, это тренер смотрит, да. Да, да. Вот мне просто интересно, как Алексей анализирует, то есть как ты сметчишь, как ты сравниваешь реальную усталость и, ну, не знаю, там, ментальная усталость, она же не учитывается в этих программах, правильно? Нет, там есть, можно поставить шкала РПЕ, то есть там после каждого, после каждой тренировки ученик может сам, ну, я даже прошу, чтобы обязательно оставляли отзывы, насколько это была нагрузка по десятибальной шкале, и там, ну, как бы ты смотришь, действительно ли он сделал ее просто по заданию, или он там просто усрался, можно сказать, и чтобы это задание выполнить, и, ну, если там было задание там в третьей зоне побегать, и нагрузка при этом соответствует, ну, там, пять, пять, там, пять-четыре, то это нормально, а если он делал это, и у него ощущение это на семь-на восемь, то это он перебрал, вот он уже в четвертой зоне находил. То есть это называется типа, ты не зашла тренировка? Да. Восстановительная причем, знаешь? А, правильно я понимаю, что принцип такой же, вот у этой программы интервал IQ, то есть часы загружают туда данные с тренировок, и ты смотришь и в одну, и в другую, в одну и одну удобно, в другую и в другую. А случаи, когда не совпадали данные с реальной картиной у тебя, вы выявлялись за время, пока ты занимаешься тренировкой работой? Ну, бывало, но не так часто. Просто, знаешь, иногда людям, не посвященным во всю эту кухню, кажется, что вы сидите там, колдуете, там, типа, к ласточке, клюв, вороны, вот это все там, что-то делаете, и пишу задание, типа, 6 по 60, через 300-200, там, отдых, или там, темп, там, по 3.30 беги, пока не вырвет. Ну, то есть, откуда это что берется? То есть, рассчитываешь... Не, скорости, конечно, тренировочные. Я, ну, в идеале, когда человек уже имеет какой-то бэкграунд, ну, то есть, он на каких-то дистанциях уже бежал, половинку, десятку, то есть, у него есть какой-то результат, ты смотришь, какие были показатели, там, по пульсу, и уже строишь, соответственно, и план, исходя из вот этих соревновательных скоростей. Либо, если, вообще прям супер, если человек проходил тестирование в лаборатории, то там все вообще просто, ты выставляешь эти пороги, там, аэробные, анаэробные, там, зоны рассчитываются, в какой зоне, и там все довольно просто. То есть, ты не заставляешь учеников проходить тестирование? Ну, так не заставляю, но рекомендую. Там контрольные какие-то тренировки? Контрольные нет. Контрольные... Ну, просто, а как прогресс оценивать? От старта к старту? По соревнованиям. А если старт, ну, вот один, к которому, собственно, готовишься, обязательно получается твоему ученику проходить промежуточные какие-то, делать старты, чтобы понять, есть прогресс или нет? Да, да. Ну, мне кажется, можно же, наверное, там, я не знаю, какой-нибудь тест сделать, для того, чтобы понять, есть прогресс или нет? Зона те же самые... Такие ключевые тренировки делаем. Я не назову ее контрольную, то есть, как бы, во всю силу я ему не даю бежать, но, по крайней мере, там, где-то на границе порога анаэробного, если он бежит, то есть, я понимаю, что для него это, как бы, текущая форма, как бы, нормальная, если он может вот эту, удерживать, ту скорость, которую запланировал. Окей, галочку поставили, можно двигаться дальше, знаешь, это ачивмент достигнут. Есть же такое мнение, что ты не можешь сделать контрольную работу, чтобы, ну, то есть, условно говоря, у тебя есть контрольная работа, есть, старт, и вот на старте ты можешь показать лучше, чем то, что на контрольной работе, что, мол, как будто бы ты не можешь выложиться на... Это 100%. Ну, кстати, вот подтверди или опровергни, потому что мы недавно на эту тему разговаривали со Степой, он еще говорит, типа, тебе надо, чтобы... Вообще надо сделать так, чтобы тренировки были немножко как бы в леность, знаешь, так вот, типа, не... Не all in в тренировках, то есть, не выкладываешься полностью, а так вот, чтобы вот, ну, как будто бы тебе это заходило плохо, ну, то есть, как-то вот так вот, ну, плохо имеется в виду, чтобы не хотелось, как будто бы, вот эту тренировку вот доделывать так вот, как бы, вот прям до конца, потому что, когда ты выйдешь... Нет, просто, когда ты выходишь на старт, это будет другое ощущение, это будет другое, знаешь, там, и пульс пониже, может быть, потому что это старт, у тебя там идеальные условия, люди, там, глаз цепляется, где ты там бежишь, там, и так далее. То есть, вроде как, старт, это идеализированная картинка, а тренировка, это вот ты вот себя должен, как бы, ну, вымученная, что ли, она быть такая, типа, неохота ее должна быть. Что скажешь? Похоже на правду, нет? Ну, наверное, да. Ну, а в моей практике тоже, как бы, ты, когда там конец сезона, особенно, ты вообще просто не хочешь тренироваться уже, уже просто бегаешь, чтобы просто, ну, выполнять тренировки, в то же время выходишь на старт, и старт как-то заряжает тебя. Да, да, да. У тебя там цель есть, блин, остается там три недели, допустим, ты посчитал, ну, это там пять работ условно сделать тебе, и вот ты выходишь, одну сделал, вторую, ну, блин, вот две работы, и все. А потом, когда уже старт, последняя неделя заключительная перед стартом, ты уже все такое... Лафа, да? Да, да. Вообще ничего делать не надо. Ну, все там, все сделано. Скорее бы стартануть, ты имеешь в виду. Слушай, ну, а вот неделя перед стартом, когда работы никаких нет, ты же все равно там что-то побегиваешь, там какие-то кроссики, там туда-сюда, то есть работ просто нет никаких. И это все в удовольствие, правильно? Да. Или уже как выйти по... Разгрузка, ты уже прям просто, вот можно сказать, это выходишь, отдыхаешь. Да. Мне очень нравится этот момент такой, знаешь, типа все. Кто-то говорит, что это как бы неинтересно, то есть скучно. Мне вообще по кайфу. Скучно? Ну, кто-то говорит, да, последняя неделя перед марафоном, это полнейшая скукотища, типа никаких этих интервалов, ты просто там, как этот, как животное какое-то там, бегаешь, спишь, ешь. Ну, это за это копить пруху, по-моему. Ну, ну, да. Ну, мне наоборот. Это у профессионалов так, видишь, бегаешь, спишь, ешь. У обычных людей еще в жизни. Вот момент, сегодня встретился случайно с Алексеем Смертиным, мы с ним обсуждали, он, кстати, едет на МДС в следующем году. Я прочитал, да. Он обсуждали тему мотивации, я начал с ним делиться впечатлениями о марафонах, а он такой, как бы смотрит на меня, так вот, знаешь, безучастливо, ну, я говорю, ну, что тебе нравится больше токийский, нью-йоркский марафон? Он говорит, ну, там везде стаканчики с водой, асфальт, что я бегу, я вот в работе. И я такой говорю, я не понимаю этого, а он говорит, что надо научиться, ну, я, говорит, научился получать удовольствие от рутины. И вот, собственно, это то, что мне не постичь, я не могу это понять, как получать удовольствие от рутины. У тебя есть ощущение, что ты вот выходишь изо дня в день на тренировку, ну, пусть она будет разная, но это все равно в какой-то момент рутина, правильно? Это же работа. Ты научился, ты же профессиональный спортсмен, получился получать удовольствие от рутины, или это просто все-таки какой-то психотип получил, потому что ну, иначе бы я столько не смог бегать. У меня уже стаж 30 лет бега. Если бы я не получал удовольствие от вот этого, я бы уже, ну, наверное, где-то закончил, потому что столько лет себя как-то мотивировать вот это. Не, ну, мы же знаем, может быть, ты мотивируешь себя стартами, победами, там, не знаю, там... Не, ну, это другая немного мотивация. Мы же говорим сейчас про тренировки. Тренировки — это путь. Да. Ну, вот хорошо. Мне кажется, Смертин как раз и говорил про тренировочный процесс, про рутину внутри тренировочного процесса. Да. Потому что старт не может быть рутиной. Нет, нет. Ну, как? Он старт оценивает как пробежку. Вот это я не понимаю. Но, как бы, я прицепился к тому, что он сказал, что именно каждодневная рутина, нужно научиться получать от этого удовольствие. Ну, да. А я не представляю себе, как можно получить удовольствие, там, типа, январь, 14-е число, вышел бегать в 7 утра, холодно, морозно, ты бежишь... Ну, у вас манеж сходи. Ну, это тоже бег, это же рутина, но при этом это какая-то что-то необычное. Маршрут сменишь, это тоже рутина, но, как бы, что-то поменял. Ну, то есть, мне кажется, вот это имеется в виду. Что ты бегаешь, ты довольно много бегаешь. Да. И это рутина. Да. Правильно? Так. Соответственно, чтобы эту рутину разнообразить, можно что-то придумывать. Я уже много чего-то придумывал. Ты же видишь, я уже кроссовки начал покупать. Я не могу полюбить это состояние, когда... То есть, мне нравится состояние в конце. Ну, я прям кайфую, это здорово. А вот это вот, ну, там... Мне тяжело, я не понимаю, как это можно полюбить. А профессионально... Он сказал, что тебе не понять, ты спортом начал заниматься вот сейчас вот перед смертью. А профессиональные спортсмены с детства этим занимаются. Ты за скольки лет начал заниматься спортом? С десяти. Не, ну, бегом именно с десяти. А вообще спортом? Спортом с семи. Что это было? Дюдо. Блин. Можете валять ему. И сколько ты занимался дюдо? Три года. Ну, это папа отправил, видимо, да? Не. Потому что каждый парень должен иметься на валюту. Слушай, ну, подожди. Во-первых, ты же из Челябинска. Ну, с Челябинской области, да. Надо там, знаешь, видимо, иметь... Да, вариант такой, наподдавать хулиганам. Не, на самом деле, там другая ситуация немного была. У меня, наоборот, родители как раз хотели, чтобы я... Мы с братом шли в легкую атлетику, потому что, ну, они сами в детстве занимались непрофессионально, так. А мы пришли в первый класс в 7 лет, и 1 сентября пришел тренер по дзюдо. Ну, там раньше же набор был такой вот. Приходят тренера в школы и детей набирают. И вот он пришел, у нас весь класс записался. Мы, пацаны, конечно, там эти фильмы все и про единоборство, там про эти боевики. Ну, и все, и все пошли, там постепенно все, ну, так отсеивались там, потому что первые два месяца вообще неинтересно было. Там страховки отрабатываешь, там вот это все. Там все спрашивают, когда приемы-то будем это изучать. И постепенно-постепенно там половина отсеялась. Ну, мы остались, как бы там интересно было до поры до времени. До какого зоне заслужился? Да не до какого. Ну, и что произошло потом? Потом просто между секциями был соревнование, пробег городской. И нас выставили вот от секции дзюдо. Бежать. И да, и я выиграл его. И все, и тут как бы одна дорожка получилась в легкую атлетику. Ну, то есть от твоей... Мне понравилось. Это твое решение было? Да, да, я выиграл это. Еще за это деньги дали. Да ладно? Да. Типа 15 рублей? Нет, это 94-й год был. Что-то в районе 5 тысяч такое, что ли. Ну, это примерно, ну, как-то, наверное, сейчас тысяч 10, наверное, может. Ну, для ребенка это нормально, можно что-то купить. И все, и... И ты такое почувствовал, как бы деньги пошли? Да. Котлета левку жжет. А брат что? Ну, и брат второе место занял, и мы вдвоем пошли. И родители? Родители рады только были. Ну, вообще, я бы тоже обрадовался себе, если бы... Ну, конечно, слушай. Во-первых, Чирик принес домой. Ну, во-первых, Чирик, а во-вторых, знаешь, что непонятно? Непонятно, как удалось эти соревнования выиграть. То есть это что, это генетика или это на подготовке дзюдо, это общая физическая подготовка, которая хватила тебе для того, чтобы... ОФП было вообще в дзюдо. Там мы прыгали через колеса, там такая подготовка, там кроссы бегали, во-первых, два раза в неделю. Потом там вот эта силовая, всякая прыжковая, помимо, ну, естественно, самих этих приемов. И, ну, базу там заложили такую вообще хорошую. Ну, то есть ты года два, да, занимался? Три года. Три года. И вот через три года ты победил на соревнованиях и понял, что теперь буду побежать всегда, видимо. Ну, да, и там буквально вот как только я пришел в бег, там тоже среди школ было, ну, это уже осенью соревнования среди пятиклассников в пятом классе, да, я пришел. И я сразу выиграл там 300 метров дистанция среди школьников. И я понял, что, ну, как бы не зря перешел. Хотя первые полгода тянуло обратно в дзюдо, потому что пацаны там такие, это, ходили там такие по улицам, ну, знаешь, там. Ну, зато ты мог убежать. Да. Ну, у тебя три года все равно за спиной были, поэтому, мне кажется, какую-то базу уже заложили тебе там. Когда ты встретил своего первого тренера? У тебя же их, по-моему, немного было. Ну, да. Ну, вот мы как раз пришли 1 сентября в секцию и попал вот к первому тренеру, и с ним мы до 18, до 19, ну, до 20 лет, да, где-то дошел. Ну, как развивался вот карьерный трек у тебя до 18 лет? Что там выигрывал? Ну, я начинал вообще со спринта. Вот я, получается, пришел, 300 метров выиграл, потом там соревнования внутри городские, вот среди именно по легкой атлетике. Я там 100 выигрывал, 200 там где-то второй что-ли был. Ну, и там пробовали они и прыжки, и высоту там в длину, все попробовали вообще. Ну, пока остановились сначала на спринте, потом поняли, что вроде как таких скоростных качеств недостаточно, стал переходить на средние дистанции, там, 400-800. Ну, там, ездил на эти, на областные соревнования, там, выигрывал 800. А потом дальше так смещалось, там, 800-полторашка, Вот интересно, как ты это понял, что все, надо уходить? Нет, это не я понимал, это тренер. Это тренер прям тебе говорит, все, давай, трешку сейчас побежим. Там еще как-то получалось, что он нас разделил, чтобы мы с братом там это, не пересекались, то есть мы с ним пересекались на полторашки, а потом он, сначала у меня брат бегал тройку, а я 800. И на каких-то соревнованиях он 800 хорошо пробежал, он его попробовал на 800 поставить, и он пробежал быстрее меня. И он нас поменял, меня на трешку, а его на 800. И, ну, там, на первенство России поехали, я выиграл полторашку-тройку, а он был второй на полторашке и на 800. Он там кому-то проиграл на 800. Ну, и так вот постепенно там полторашка-тройка, потом пятерка-десятка, ну и... Ну, то есть ты понял, что все, у тебя длинные дистанции тебя ждут, как средние, короткие, вообще не твои дни. Да, да. Не, полторашку я даже в юниорах еще выигрывал этот зимнее первенство России. Там не было азарта, когда меняли дистанции? Ну, потому что начал вроде со спринта, а там уже полторашка-трешка. Не было вот этого вот до марафона, не смотрел? Типа он тебе ставит на 10 километров, ты думаешь, ну, вот, видимо, марафоны буду бегать. Такого не было ощущения? Не, вообще не было. Там даже в юниорах я когда-то там десятку выигрывал, там такой был Александр Полунин, он проводил соревнования в Жуковском. Ну, буквально года четыре назад закончились они. А так он стимулировал как раз юниорский возраст, там тоже призовые такие денежные выставлял. Вот, и он написал книгу, как она называется-то? Ну, что-то не суть важная. Найдем. Ну, такая, да, пробег там все такое. И как раз мы тогда к нему подходили, автограф взять, и он написал там типа, жду на марафоне там, ну, будущему рекордсмену там жду на марафоне. Я такой, какой марафон-то? У меня десятка бегают. Прикольно. Типа десятки, мне вот вообще вот за глаза хватает. А потом как-то, ну, вот пришло сознание. Ну, там ситуация такая складывалась, что ты чемпионат России, там, бежишь, выигрываешь, тебя не везут, не берут ни на Европу, ни на мир, никуда. Там, по сути, это десятка проходит раз в год. И часто попадала в жару, там, сколько помню, в Жуковском ставят, там, в самую жару, там, 27 градусов. Там люди бегут, эти из Мордовии особенно, там, любили начать. Потом уже вообще там на это падали прям. Ну, остается два круга, он вот так идет, его шатает, падает. Вот, и ты выигрываешь эту десятку, и тебя вообще там никуда. Ну, потому что дистанция такая. Ну, да, как бы они считали, что это результат такой недостойный, чтобы там выставлять, то есть ты как бы поедешь туда туристом, нафиг ты нужен, мы лучше возьмем там метателя или прыгуна, который там будет чуть поближе. И, ну, нафига нам развивать длинный бег, когда там люди будут поближе, и это нам... Знаем мы приколы про жару на десятке. Слышали такое, да? Было такое дело, да. Ну, вот я после этого понял, да, думаю, нафиг надо, вот время тратишь на это все. Люди там на марафон, ну, марафон там знакомые были, они спокойно едут, не зависят от федерации, вообще ты своей жизнью живешь, там, захотел, поехал там на какой-то, там, в Вену марафон или там в Франкфурт, поехал деньги заработать. То есть сам себе составляешь. Да, да, у тебя менеджер, ты куда захотел, туда поехал, и готовишься, соответственно, к этому старту. Не так, что ты там готовишься-готовишься к этой десятке, потом хоба тебя никуда не берут, и все, и сезон закончился. Ну, ты, вот, мне, знаешь, интересно, ты же, когда приходил на более длинные дистанции, ты же видел пример других людей, которые вот этот карьерный трек свой двигали в сторону, все равно удлинение этих дистанций. То есть ты не мог не понимать, что рано или поздно ты в марафон все равно придешь. Ну, да, да, да. Ты не пугала это вообще? Да не, не пугала. Потом уже, когда тренер сказал, давайте попробуем марафон. Ну, я, видимо, еще и ментально созрел к этому возрасту. Это в 10-м году или в 11-м? Да, в 10-м. А как это было попробуем марафон? Вы к нему подводились, типа делали длинные какие-то тренировки, да? Ну, да, мы готовились. Там, в принципе, подготовка к десятке, она от марафонской, ну, так не сильно отличается по объему. То есть я к десятке, когда готовился, там объемы были 180, где-то 160. Ну, и длительные там по тридцатке. В неделю. Да, да, и по тридцатке мы бегали. Просто к марафону единственное там изменение на тот момент, ну, то, что я заметил, это чуть меньше скорость в тренировках, именно вот это соревновательное. Но сами отрезки подлиннее, там объем работ чуть больше. То есть если к десятке там делал 4 подвойки, там 5 подвойки, то к марафону там, соответственно, 6-7 раз, ну, чуть-чуть больше. Ну, все равно, и скорость пониже, очевидно. Скорость, да, пониже. И первое время я, когда перешел, мне вообще кайфово было. То есть ты готовишься к скорости соревновательной 3.05 на марафоне, а ты до этого бегал десятку по 2.50. И то есть ты выходишь по 3.05, там бегаешь, ну, тебе вообще прям... Там пульс вообще где-то, как знаешь, пульс покоя. Ну, нет, не так, конечно. Ну, попроще, чем по 2.50 бегать. Волнение было, когда ты вышел на марафон первый раз? Да, конечно. Ну, ты выходишь, и как будто что-то неизведанное перед тобой. Ты не знаешь, как после 30-ки тебе у себя организм поведет. Половинку, да, я бегал несколько раз до марафона. Я уже как бы на ней освоился, уже знал, что это такое. А марафон первый раз, да, я там... Помнишь, чувствуете, что было на этом забеге? Да, помню. Расскажи, это же очень интересно. Ну, надо сказать, мне как бы с погодой немного не повезло. Я в Севилье бежал, и там что-то так неожиданно в начале февраля какой-то такой циклон, что ли, пришел. Температура 4 градуса всего была. Там пришлось так утепляться. И плюс еще накануне у меня там с голеностопом, я его за 3 недели пробежал половинку в Португалии и по брусчатке там настучал. И она у меня прям так воспалилась, там скрипеть начал голеностоп. И пришлось дней 10 пропустить. То есть я как бы за 3 недели до старта сбегал, потом 10 дней пропуска, и там остается 10 дней до старта. Там, в принципе, уже подводка, там особо уже ничего не сделаешь. И как-то так волнительно было, насколько у меня форма от этого просела, упала. Ну, как бы вроде, может, не повлияло, может, повлияло. Ну, побежал я, у меня еще тренер сказал, марафон — это равномерный бег, без всяких там резких переключений. Поэтому старайся там найти свою группу и бежать вот так более-менее равномерно. Ну, так рассчитали где-то на результат примерно на 2.13 я готов. Соответственно, там по 3.07 или по 3.08 у меня должен был темп быть. И я встал, там первая группа кеницов понеслась, потом вторая группа была, там испанцы какие-то. Я с ними сел, все нормально, бежим-бежим. И до 15-го километра добежали, и кто-то из них там решил, что слишком медленно, и давайте там на 3 минуты переключились вся группа. А я вот в этот момент растерялся, что делать, ну, по 3 минуты вроде тренер мне это сказал не надо. Ну, я сам понимаю, что меня это может как бы подубить. И я их отпустил, они, соответственно, там метров на 100 от меня убежали и потом сбавили. И то есть мы бежим одним темпом, но они просто впереди меня. Я такой контакт потерял одному как-то уже... Догонять, не догонять? Ну да, одному немного совсем по-другому это ощущение. И как-то немного я это выпал из-за этой борьбы. Темп у меня тоже просел. В итоге я на 2.15 набежал. Ну так, расстроился немного. Ну ты на все деньги бежал или... Ну да, да, да. Ну это расстроился, потому что установку тренера не смог выполнить? Или просто внутреннее ощущение такое, что вот знаешь, типа бывает... Просто внутреннее ощущение, что я... Ну мне показалось, что я в тот момент смолодушничал. Надо было, конечно, не на 3 минуты переключиться, ну там на 3.05, чтобы разрыв не такой большой был, тогда бы я мог бы там постепенно как-то их сократить. Ну все равно, это же марафон. То есть ты там добегаешь время, в общем-то, даже по нынешним временам, давай так скажем, как бы серьезные, ты там сделал, ну проделал большую работу. Там чувствуешь... В любом случае наверняка ты чувствовал удовлетворение от того, что ты попробовал марафон. И дальше ты понимал, что у тебя будет еще огромное количество марафонов, огромное количество забегов. И вот в этот момент ты понял, что да, это твое, что это вот точно мотивирует. Ну да, я когда финишировал, я понял, что это точно будет продолжение, что я на этом марафоне там не умер, ничего... Ну мне понравились вот эти ощущения. Причем я концовку там набегал, там вот эта группа, которая убежала, они потом так постепенно там отсеивались, там один выпал, другой, я их там собирал. В итоге я там седьмой, что ли, или девятый прибежал. Вот, и... Ну мне вот это понравилось ощущение, что я в конце меня не поставила, что я там, как там, догребал, а наоборот, что я набегал, и я понял, что марафон это вроде как моя дистанция. С этим можно работать. Вы как-то там с тренером сели обсуждать будущие планы? Не знаю, там, менеджер. Как ты вообще стал дальше ездить по... По миру колесить. Ну, на тот момент, да, у меня менеджер был наш, российский. Я с ним проработал какое-то время. И потом вот у меня третий марафон мой, когда я по личному рекорду пробежал, я... после этого у меня поступило предложение к итальянскому менеджеру перейти, там, контракт с Adidas. То есть тогда, когда ты был в 50 секундах от рекорда России, вот это, да, там у тебя было... ...2.09.54. ...2.09.54, да. А вот после этого появилось сразу к тебе внимание со стороны, назовем так, более профессиональных людей, так что ли, или как? Да, да. И в итоге, там, как это все развивалось? Ну, то есть новый агент, контракт, Adidas, что... Мне вот даже интересно, давай вот про этот марафон, где это все случилось. Потому что, я так понимаю, это была серьезная подготовка именно на результат. Ты же на результаты готовишься, правильно? Ты не готовишься, чтобы выиграть марафон, правильно? Ну, да, нет, я чисто готовился на результат. Вот этот результат, который в итоге ты показал, это вот то, к чему ты шел, или все-таки там была другая цифра? Что вы запланировали? Ну, цифры были немного поскромнее. То есть это, ну, нужно начать с того, что это 2011 год был, и у нас обычно в 11... Ну, за год до Олимпийских игр был отбор. То есть осенний марафон предыдущего года плюс весенний марафон Олимпийского года обычно вот так вот это... Ну, типа подтвердить форму? Нет, ну, как бы не то, что подтвердить, ты отбираешься либо осенью, либо весной. Ну, то есть у тебя шанс из двух... А, то есть нужно бежать и осенью, и весной? Не-не-не. Или-или? Или-или, да. То есть как бы... Так. И в 2011 году весной пробежали много у нас парней быстро. Там пробежали 2-10 Леха Соколов, Дима Сафронов 2-9-35, потом Олег Кульков там 2-10-13, потом 2-11, по-моему, тоже у кого-то был результат. Ну, и, соответственно, было понятно, что чтобы попасть на Олимпиаду, нужно где-то в районе 2-10 бежать. И, соответственно, я на осень планировал вот этот старт, подготовку. Ну, хотелось добраться на Олимпиаду, и планировали где-то результат, ну, там, от 2-10 до 2-11. Это, ну, соревновательная скорость, там, 3-0-5, 3-0-6. Ну, в принципе, как бы в работах у меня все это, ну, вот эту соревновательную скорость отрабатывали. И когда я приехал во Франкфурт, там еще один парень с России, Гриша Андреев, он до этого в двух Олимпийских играх уже участвовал, и мы вот с ним вдвоем как бы в очной борьбе, можно сказать, совпали, потому что остальные парни там в другие марафоны бежали. Вот, и там, когда объявили состав, там, блин, дикий такой состав был, потому что на том марафоне как раз Кипсанг пробежал 4 секунды, ему до мирового не хватило. Там 2-0-3-42, это как раз было после Берлина через месяц. Вот, и, соответственно, там письмекеры были такие сумасшедшие, заряженные. И вот была одна группа, которая вот на 2-0-3 бежит, вторая группа бежит на 2-0-6, по-моему, и третья группа на 2-0-9. Ну, я посмотрел 2-0-9, у меня до этого 2-12 личный был. Я вот вторым марафоном в 2011 году 2-12 пробежал, и, соответственно, у меня с 2-12 на 2-0-9 сразу переходить как-то страшновато было. И вот эта группа, под них письмекеры были, они побежали, я их отпустил чуть-чуть, и там была еще такая группа под какого-то немца, поставили там письмекеров, сказали, что он на 2-11 побежит. Ну, я с ними встал, потом пятерку пробегаем, я понимаю, что они бегут там на 2-13-2-14. Все, я как бы их оставил. И вот те, которые на 2-0-9 побежали, они вот где-то метрах в 100 от меня оказались, и я вот, соответственно, всю дистанцию убежал, вот на них ориентировался. Ну, я не скажу, чтобы это как бы мне было фигово от этого. То есть как бы понятно, что я от ветра не был закрыт, но, по крайней мере, у меня ориентир был по темпу. То есть я бегу спокойно, вот поймал этот темп и за ними. Ну, их там до 25-го или до 30-го километра довели, они тоже потом стали рассеиваться. И вот как раз в той группе вот этот Гриша Андреев засел. Я бегу такой, смотрю, он там впереди. Я такой, блин, думаю, надо было, наверное, с ними это вставать и бежать как бы на все деньги. А потом я его на 32-м километре догнал. Он там какую-то часть со мной еще про это просидел. И потом вот я финишировал. Он 2-10-25 закрыл. И получается вот по этому марафону нас двоих взяли сразу на Олимпиаду. И потом был шанс весной у людей пробежать. Но весной там никто не пробежал уже быстрее. И Диму Сафронова взяли за весенний марафон 2011 года. В итоге втроем поехали, да? Да, ну там три места на Олимпийские игры. Что было по ощущению у тебя? Ты выбежал, когда увидел эту цифру. Ну, блин, я... А, там еще прикол был, что я бегу 40-й километр, там отметка 2-0-3. 2-0-3 там с копейками, что ли. Ну, а я обычно на марафонах там из 7 минут вот эту 2-200 финиширую всегда. Я понимаю, что у меня шанс из 2-10 выбежать. Я такой, блин, надо упереться. Такой... Там еще всякие повороты. И самый шик вот франкфуртского марафона, что конец последний, 200 метров, там такая ковровая дорожка. И забегаешь такой в холл. Там такая это... Светомузыка такая. Я вот это подбегаю, 200 метров остается. Я смотрю на часы и понимаю, что мне нужно быстрее 36 секунд. Потому что, ну, чтобы из 2-10 выбежать. А у меня еще были индивидуальные бонусы от менеджера. Там за каждые 2-11 там, допустим, столько-то. Там за 2-10-30 столько-то. И из 2-10, соответственно, ну, там, по-моему, по штуке евро. Я такой думаю, блин, это штука евро. На расстоянии вытянутой руки, ноги. Ну, и я там как бы включился. У меня получилось где-то на 32 секунды вот эти 200 метров. Ну, и для меня на тот момент казалось, что запас был. То есть, как бы, да, я пробежал на пределе. Но мне казалось, что следующим марафоном я смогу быстрее пробежать, если грамотно все это распределить. Ну, не сложилось просто. Не совпадало так, чтобы условия были, ну, такие, чтобы и... Слишком много переменных, ты имеешь в виду, успехи. Да, да. Погода, там, форма, кампания. Там, близок я был в Лондоне в 15-м году. Там всего 16 секунд у меня до личного не хватило. Ну, там немного траста другая, там, посложнее. А расскажи историю про менеджера, который с тобой связался после твоего финиша. Что там вообще за история? Что он тебе обещал? Не, он не то, чтобы он со мной связался. Там просто есть такой Дима Зорин. Ну, он сейчас в федерации работает. Он тоже с Челябинска. Мы с ним земляки. И он в 11-м году, у него еще жена бегала на 800 метров. Они перешли вот как раз к Джане Димадонна, к итальянцу. И он мне как раз осенью после марафона написал, говорит, хочешь, я тебя с ним сведу, он тебя возьмет. Ну, ему сейчас европейцы сильные нужны. Я говорю, ну, давай, да, конечно. И все, мы с ним... Он мое резюме, можно так сказать, ему отправил. Все там как бы подтверждение пришло, что они делают контракт с Adidas. Ну, и все, я, получается, с 12-го года перешел к нему. Стало так поинтереснее. Расскажи, пожалуйста, для всех, кто не знает, зачем нужен хороший менеджер? Что это в карьере бегуна значит? Ну, это много значит. Вот я... У меня был случай как раз в 11-м году. У меня был российский менеджер. Ну, и, соответственно, Франкфурт. Я тоже бежал еще с российским менеджером. Весной я поехал на марафон в Тегу, это в Корею. Вот, я пробежал там десятым, по-моему. Ну, там 10 мест как раз и награждали. Был первый среди белых. Передо мной все чернокожие были. И жили мы вдвоем с украинцем в одном номере. Ну, он сильный украинец, там 2-0-9 у него личный, 2-0-9-0-7. На четырех олимпиадах участвовал. У него как раз вот Джани был менеджером. И он приехал, ему приездные там были, я не помню, там 10 тысяч долларов, что ли. Ну, чисто вот за то, что он участвует в этом марафоне. И он там, ну, неудачно пробежал, он сошел. Ну, ему пятеру за это, половину суммы выплатили. Из приездных, ты имеешь в виду? Да. Ага. Я прибежал, у меня приездных вообще не было. Ну, или, я не знаю, может, там тысяча долларов была. И за десятое место я там тоже заработал там тысячу или две. Я думаю, нифига себе. Вот, ну, человек просто приехал, у него сразу десятка за то, что он просто добежит. Он не добежал, он просто пятеру получил. Я тут просто, ну, как бы усирался. Упарался уже. Да-да-да. И я понял, что как бы там, ну, чем круче менеджер и у него там связи с организаторами, тем, ну, ты будешь себя чувствовать вольготнее, так сказать. Ну, то есть, грубо говоря, он вхож в там определенные круги. Если нужны сильные атлеты, просто первым, скорее всего, позвонят Джанне... Ну, да, Джанне Демадонна. Джанне Демадонна, нежели там нашему российскому агенту. Ну, можете сейчас загуглить, ну, кто он такой. У него сейчас, ну, я с ним в последнее время так не сильно списываюсь, общаюсь. Ну, там, поздравляю, у него сейчас атлеты. Там из мейджоров в прошлом году, из всех, у него, по-моему, только один не выиграли. Остальные все вот спортсмены, это его, ну, сейчас Олимпийские игры тоже там. То есть, это топовый менеджер. Тола, вот, который сейчас выиграл Олимпийские игры, это, ну, его спортсмен. У него там просто сейчас такое. Много еще есть примеры наших российских атлетов, кто с ним работал? Нет. Наверное, из марафонцев, да, я был единственный. Ну, наши ребята работали в основном с нашим российским менеджером. Что изменилось в жизни твоей, когда ты пришел к Джанни де Мадонна? Ну, конечно, контракты. Что за контракты у тебя были? С Адидасом, вещевой контракт. Просто экипировка была? Ну, экипировка и бонусы за какие-то старты. Ты сейчас можешь рассказывать? Могу, конечно. Какие бонусы у Адидаса были? Ну, там единственное, что неудобно было, что там первые три места на список марафонов. В основном это все, а не Golden Label. И там за первое место, я не знаю, там тысяч десять, по-моему, стояло. За второе пять, за третье там две. Ну, какие-то старты там до восьмого места награждалось. Ну, у меня, в принципе, по вот этим бонусам я нигде не прошел. Потому что я везде был там девятый, четырнадцатый, ну, такие старты крупные, что там даже вот 2.09, когда я прибежал, я был четырнадцатым на этом. Но ты хотел, ты планировал свой календарь, исходя из этих возможностей заработать или... Ну, да. Ну, там, что удобно было, что там были проходящие старты, полумарафоны, где ты просто за приезд получаешь, независимо от результата. У меня много было таких стартов, когда ты сезон отвыступал, уже осенью уехал отдыхать, там, две недели не бегаешь. И он звонит, давай в октябре в Лиссабоне на полумарафон, там, полторы-две... Тренец делает. Полторы-две тысячи евро за приезд просто. И там, ну, все кенийцы тоже, там, уже большинство сезон закончили, уже все такие разобранные, приезжаем на этот полумарафон, там, час 06, час 07 бежишь, просто в удовольствие. Ну, как в удовольствие, там, после отдыха, конечно, там, трудно себя собрать. Там, две недели ты не бегал, потом тебе две недели до старта остается, ты, там, с языком, с таким, это, готовишься, начинаешь темп, хоть какой-то, там, темповый бег сделать, чтобы более-менее, там, не умереть. И выходишь, ну, добегаешь, в принципе, как бы приездные свои отрабатываешь. Но при этом расходы, там, на дорогу, на проживание, это все организаторы делают. Да, да. Это прикольно. Но правильно я понимаю, что все равно ты должен какие-то, условно говоря, оправдывать ожидания. Ты же не можешь приехать на полмарафон и побежать его за час 30. Не, ну, вот час, час 06, вижу, он говорит. Понятно, да, мне кажется, конечно. Не, ну, там было такое условие, что, как бы, я ему сразу говорю, я не готов сейчас, ну, там, бежать на свой личный... Он говорит, из двух можешь? Он говорит, да ладно, говорит, там, просто приедь, пробеги. Говорит, ну, ладно. Ну, опять же, ты же мог, там, не знаю, с Айки, например, да, все люди, там, все, что угодно может произойти, бог заколол, там, не знаю, типа, сорян. Ну, мне кажется, нормально. Ну, там, в принципе, и кенийцы, которые там по 59 личные, они приезжали, там, час 02, час 03 бежали, то есть, для них это тоже, соответственно, что для меня час 06. Длительно. Ну, то есть, получается, что, судя по твоим рассказам, бегом можно зарабатывать деньги? Да, я на тот момент, ну, зарабатывал нормально. Ну, потому что бегал за, ну, иностранные старты, правильно? Да. У тебя там был иностранный менеджер, и, соответственно, звали тебя в эту быструю массовку, так назовем ее, правильно? Ну, да, да. Когда все прекратилось? В 2015 году. Ну, это наш... Ну, вот это отстранение, да. Точка X. Ну, это, подожди, это перед Бразилией, да, перед Олимпиадой, когда вот это все началось в 2014 году, вот этот скандал, там, значит... Ну, куда они поехали? Да. А расскажи про первую Олимпиаду. Ну, в Лондоне в 2012 году. Да. Как, это же, ну, правильно я понимаю, что для бегуна поехать на Олимпиаду, марафон, это вот, ну, условно говоря... Ну, цель, да. Цель, да. Ну, в принципе... Ты можешь сказать сейчас, что ты реализовал себя как в марафоне, в том числе потому, что был на Олимпиаде, правильно? Да, ну, как бы у меня с детства была такая цель попасть на Олимпиаду, ну, выступать там, представлять свою страну. Ну, я как бы ее это добился. Как вообще поездка выглядела? Ну, нас привезли где-то за три дня до старта, заселили в Олимпийскую деревню. Там просто готовишься, подводишься к старту и выходишь. Ну, я так скажу, там, поначалу, ну, для меня не было чем-то таким особенным этот старт, отличавшись... Ну, чем-то он отличался от другого марафона. То есть я к нему... К другим марафонам я готовился так же, как к Олимпиаде. То есть ты настроен выходить и реализовывать вот свою форму. Независимо от того, как там соперники побегут, у тебя как бы перед... ну, в голове свой бег, ну, какой-то результат, который ты запланировал, и ты к этому идешь. Какой у вас результат с тренером был нарисован? Ну, я планировал где-то 2.10-2.11 бежать. Ну, там, соответственно, не это... С погодой нам тоже там не подфартило, потому что там выиграли 2.09 или 2.08. Жар... ну, было жарко. И поэтому у меня там получилось 2.13 всего лишь. Ну, бег сам по себе. Поначалу, блин, все там стартовали. Я где-то там в середине. И мне при этом тяжело было. Я не мог подстроиться вот под эту жару. Я что-то не в своей тарелке себя чувствовал. И только после половины я как-то более-менее разбежался. И как раз те, кто на первой половине там неслись, и их потом... Вставило. Вставило, да, конкретно. Там и кенийцы, и фиопы там прям сходили. А я наоборот вторую половину. Ну, как мне казалось, я там как крейсер такой... Всех обхожу. Хотя у меня вторая половина получилась медленнее, чем первая. Но на фоне остальных я смотрелся так неплохо. Ну, как ты оцениваешь участие в Олимпиаде? Какие ощущения у тебя были после? Ну, классные ощущения. Что, ну, и... Довольно-таки неплохо выступил с точки зрения места. 14-е место. Просто это, ну, по крайней мере, на уровне предыдущих наших лучших выступлений. То есть у нас самое лучшее, наверное, за последние годы было там Леня Швецов. В 2004 году 13-й был. И потом в 2008-м там тоже 14-е место. У меня 14-е. Ну, то есть плюс-минус попал туда, куда нужно. Да, ты такой непозорно съездил. Ай-яй-яй, нормально. Ну, реально. А какие ощущения у тебя были после вот того, что ты понял... Тогда, когда ты понял, что вот вторая Олимпиада же тоже у тебя могла случиться. Да, я на нее отобрался. Да, и вот когда все это обломилось, что вот... Что ты ощущал вообще? Как ты пережил вообще? Ну, психологически это тяжело было. Там прям такую пустоту я словил. Потому что весь июнь-июль там готовишься. И вот все было в подвешенном состоянии. Там вот эти суды, сказ там шли. И там за этим всем следишь. И, ну, у тебя такая надежда теплится. Хотя ты понимаешь, что, скорее всего, все точно обломится. Но какая-то искорка там надежды есть. Причем там, когда в итоге там клишину допустили. И мы такие думаем, может, все-таки там как-то в нейтральном статусе там что-то такое сделают. И потом уже, когда сказали там недели за две, за три, ну, тогда уже стало понятно, что такой пройденный путь там четырехлетия вот этой олимпиаде и все как бы коту под хвост. Ну, не так больно было, наверное, как другим, для кого это была первая олимпиада. Потому что я бы представляю, если бы это в 12-м году случилось, когда ты отобрался, и тебя этого лишили, ну, с одной стороны, ладно, один раз съездил, посмотрел, себя показал, и хватит, можно так сказать. — Я сейчас, знаешь, что вспомнил? Ну, то есть я вряд ли могу представить ту боль, которую испытывали атлеты, когда узнали. Ну, то есть ты четыре года готовишься, но мы, любители, помнишь, у нас же был с тобой слот на Бостон, мы так хотели пайпасть на бостонский марафон, и мы понимали, что мы на тот момент не могли отобраться туда. Нам слоты достались благодаря Адидосу, помнишь? — Да. — И все это накрылось из-за ковида. — Да. Ну, тут, мне кажется, несравнимые, конечно, вещи. — Нет, я имею в виду, что я пытаюсь это прочувствовать, и мне сложно представить ту боль, но вот я могу у себя в своей парадигме представить так, что я очень сильно хотел попасть туда. Прям вот, ну, то есть, честно сказать, что когда это все обломилось, я в какой-то момент даже у меня такая апатия была, ну, да, в жопу это все. Вот так вот было. Хотя, казалось бы. — Но там же еще, знаешь, такой момент, что тут спортсмен, ну, я про Алексея сейчас говорю, спортсмен отбирается. — Ну, он там, да. — Ну, Алексей и другие там, то есть он отбирается, он понимает, что как бы вот, типа, у него, то есть он готов, он может туда ехать. То есть это не просто какой-то там сюрприз. Знаешь, там типа далее, вот как мы с тобой, знаешь, просто мы не были готовы, но у нас был такой такой случай. — Мы его вымучивали очень долго. — Ну, да. Вымучивали не бегом. — Да. Ну, то есть как бы можно было готовиться, да? — А можно было взаимоотношения с Адидасом, значит, выстраивать как бы, да. Согласен, вымучивали. — Это было проще. — Ну, стремно, да. Я согласен, это вот, знаешь, как будто тебе дают, ну, пластиковый помидор вместо настоящего. Когда тебе говорят, типа, ну, пробежишь там с мобильным приложением, там, виртуальным каким-то. Ну, что это такое? Ну, это вообще... — Конечно. — Было смешно, да. — Ну, да, полная фигня. — Но я, на самом деле, вот переживал потом, когда вот это все случилось, я представляю себе люди, которые начали свой спортивный путь, ну, там, условно говоря, там... — Ну, да, в 14-м году. — В 14-м году. — Ну, и как будто бы у тебя вся твоя спортивная вот эта карьера, она прошла мимо вот этого всего, ради чего, собственно говоря, спортсмен тренируется. — Так я так понимаю, что помимо, ну, то есть, вот издержки, да, понятная Олимпиада, это психологический такой большой стресс и вообще, как бы, ну, просто потеря. Но, я так понимаю, еще уже деньги. То есть как вот в целом у тебя пик карьеры? — Ну, да. Ну, там как раз так и получилось, что вот после 12-го года, после Олимпиады, у меня там травма была с Ахилом, у меня операция была в 13-м году, там я выпадал, и вот как бы только я вернулся в строй, ну, то есть там у меня были результаты там 2-11, да, там в 13-м году я 2-11 бежал, в 14-м году 2-11, и в 15-м году меня это приглашают в Лондон, на этот лондонский марафон, и я пробегаю 2-10-10. Ну, очень близко к тем результатам, которые я... — Показывал. — Да, показывал. Плюс еще там у менеджеров, ну, на тот момент, я сейчас не знаю, какие сейчас ставки, но на тот момент такой есть golden label, марафоны вот эти, там статус golden label, он присваивался спортсмену, когда ты 2-10-30 пробегаешь, то есть этот статус дает тебе возможность участвовать в соревнованиях любого уровня, на мейджеры спокойно ты можешь заявиться, и благодаря этому статусу тебе приездные там не меньше какого-то, какой-то планки, ну, то есть платят. — То есть если ты едешь, то тебе платят уже по умолчанию? — Да, да. И, ну, то есть, и нормально платят. То есть у меня первый golden label был, когда вот я пробежал 2-09, потом я скатился на 2-11, то есть я его потерял, можно сказать, и тут в 15-м году я только его добился, все, можно хоть куда ездить, зарабатывать, и осенью... — Всех банят. — Да. — Блин, офигеть. Ну, и дальнейшее получается, то есть ты, у тебя потеря контракта с твоим менеджером, там, я так понимаю, нет возможности ездить по международным стартам, и вот, скажем, как у тебя ощущения, как ты это все переживала? — Ну, там какое-то время, там же нас тоже там надеждами питали, что это все там ненадолго, что это там на год, на два, там, и вроде как по накатанной ты продолжаешь это готовиться, там, думаешь, ну, ладно, там, сейчас за это за рубеж не едешь, там, на чемпионат России, там, пробежишь, потом куда-то возьмут. А в итоге эти чемпионаты России, там, в Волгограде в жару, там, только здоровье теряешь, и, по сути, как бы развития никакого нету. Ты на одном месте топчешься, то есть своей этой... — И живешь на что? — Варишься. Ну, не, ну, на тот момент еще, как бы, ставки федерации, ну, ты в сборную, когда входишь, там ты, соответственно, получаешь... — Ну, вряд ли ты получаешь столько, сколько ты зарабатывал, пока ездил? — Ну, там, по-разному, конечно, зависело. Ты бывало, поедешь и не заработаешь. Все равно, как бы, там, ставка ежемесячная какая-то выплачивалась. Ну, такой свободы не было уже, что ты куда хочешь подготовиться, там и бежишь, а тут тебя... Ты бежишь там, где тебе это... Предоставили. То есть стоит вот Волгоград, там, в конце апреля. И ты никуда не это не свернешь. То есть больше другого марафона нету. — Ну, соответственно, у тебя нету особо никакой мотивации показывать, удивлять кого-то результатом. Так, что ли, получается? — Ну, я первое время, как бы, готовился показывать результат, поэтому я вот там выходил, мы когда со Степой там зарубились на этом, в восемнадцатом году, в принципе, у меня готовность была на 2.10. Ну, это я по работам понимал в Киргизии, то, что я тогда перед Лондоном делал. Я здесь делал даже быстрее, и у меня все самочувствие было. Ну, когда мы вышли на старт, там 27 градусов, и Степа попер по 3.04, я думаю, не, меня предыдущий год как бы этому научил. Я побежал своим темпом. Ну, пробежал 2.12. Ну, я понимал, что если бы это был марафон где-то за рубежом, в прохладную, в хорошую погоду, ну, я бы пробежал где-то 2.9, 2.10. А потом уже, ну, у меня как раз восемнадцатый год, опять там травма с Ахиллом, опять операция, и потом я уже как-то стал проще к этому относиться, уже понимая, что никаких выездов вот этих, которые раньше были, уже не будет, уже и с менеджером, там уже такие контакты оборваны, и то есть как бы на тот момент нам оставалось только все, что в России проводится, переключиться только на вот эти забеги, и уже бегать уже больше не на результат, а там на победу. А тренерская деятельность? Она в этот момент началась? Нет, тренерская у меня деятельность началась где-то в году в 20-м, там как раз пандемийный год, тоже такой это тяжелый для меня был, потому что у меня там травма, и какие-то мысли такие были уже, может, все как бы это, мне эта вселенная говорит, что все, пора завязывать, одно, другое, как бы все этим комом таким нарастает, и я как бы начал пробовать себя, ну, то есть в тренерской деятельности, там набрал учеников, и, ну, постепенно вот перешел в эту сферу. Ну и перестал, собственно говоря, фокусироваться на стартах, правильно я понял? Или ты продолжал? Нет, я продолжал, да. Держать планку свою, да? Не, ну, слушай, легенда, блин, вон до сих пор там смотрится. Ну, не знаю, может быть, он ест авокадо, и поэтому так быстро бегает. Не знаю, он же не рассказывает, почему он так быстро бегает. А то ты, понимаешь, всюду позанимался, да и вон по накатанной 30 лет бегает. Да. Как такое вообще возможно? Не знаю. Ты вообще чувствуешь еще силу лет на пять хотя бы? Ну, на пять не знаю, не буду загадывать, но пару лет еще чувствую. Ну, есть ощущение, что сыпаться начал? Нет. Нет такого? Сыпаться я начал как раз с 18 по 22 год. Ты так серьезно ответил, да? Четыре года были вообще прям просто. Я и говорю, что у меня прям мысли были, может, все, хватит, может, ну, как бы это не просто то, что я... Тело хочет, а голова не дает, ну, пережил вот эту черную полосу и в 22 году, вот как раз, когда стал возвращаться, я, ну, как бы себе установку уже такую дал, бегать просто, получать удовольствие. Уже там не гонишься ни за цифрами, ни за победами, уже там как бы отключился от вот этого, что там ты кому-то что-то должен, что ты там обязательно должен в стройке быть. Думаешь, да ладно, выйдешь, как есть, так есть. Ну, как бы просто получаю удовольствие. И может вот это как бы... То, что расслабился эмоционально. Да, да, да. Вот как сейчас Степа говорит, у него там выгорание, ну, ему, наверное, вот этого не хватает от него. Ну, мне кажется, такое давление есть все равно со стороны общественности, что как бы... За ним следят, да. Да, ну, спортсмен такого уровня, он не может там куда-то упасть, там на какой-то более низкий уровень. И вот эта боязнь вот там оказаться, она вот как бы, наверное, выпивает все соки. На мозги немного давит. Ну, да, да. Ты в напряжении постоянно находишься, у тебя нет расслабления. А когда ты расслабленный, ты понимаешь, ну, ладно, там, тебя как бы никто ничего не ждет. Но тебе же нужно упасть сначала, чтобы это осознать правильно. Да. Ты же не можешь такой, типа, бегал первый такой, а именно такой однажды просыпаешься и скажешь, а теперь я буду бегать, какой захочу. А ты анализировал, почему ты посыпался вот с 2018 по 2020 год? Ну, вот в 2018 году у меня, как раз в 2013 году я прооперировал Ахил. Операция, сразу скажу, была неудачная, потому что я все эти годы до 2018, прям вообще и тренировки, и соревнования просто страдал. То есть там как, особенно соревнования, отбежишь, ты на следующий день идешь вот просто на прямой ноге, ты не можешь протолкнуться стопой, потому что у тебя Ахил там отекший такой, это, ну, все болит. И там даже тренера, это сборный там, когда я в Цюрихе пробежал, на следующий день на завтрак прихожу, они говорят, а как ты бежал-то вообще, если ты ходить не можешь? И все это тянулось, и вот в 2018 году дошло до того, что у меня прям просто при ходьбе даже, я не то, что бегать не мог, я уже при ходьбе прям болела, и там уже деваться некуда, сделал операцию, ну да, она как бы удачная, но по восстановлению очень долгая, и я начал бегать, ну то есть как бы не прошел достаточно хорошую реабилитацию, и торопился вернуться, начал бегать, у меня, соответственно, на другие мышцы нагрузка пошла, перегрузил заднюю, и вот в 2020 году заднюю там поднадорвал, и вот это вот прям тяжелые вот эти периоды пережил, ну в 2022 году у меня на другой ноге с ахиллом такая же проблема была, ну там я по-другому немного поступил, там и операция была полегче, то есть я восстанавливался побыстрее, и там я прям, и уже учитывая тот опыт, я уже реабилитации посвятил довольно-таки больше времени, чтобы все уже железно вернуться, все закачать, ну и... Ну то есть все-таки, ну, проанализировал то, что у тебя было, и сделал работу над ошибками, где ты имеешь в виду? Слушай, ну ты сейчас звучишь так, как будто ты такой, травма, травма, там, что-то травма, упал в яму, что-то так. На самом деле, вот просто, как бы для понимания там наших зрителей, слушателей, кто там что делает, ты осознаешь, что ты легенда в марафонском беге, и тебя, кстати, называют ребята, которые вот с кем ты соревнуешься, тебя называют прям легендарным бегуном. Ну да, да. Нравится вообще это как-то вот такое негласное прозвище? Ну, нравится, конечно. Просто, ну, вот этот путь, который я прошел, ну, такой, я понимаю, что не каждый пройдет, то есть даже не то, что не каждый, ну, наверное, 80-90% бы сошли бы после там одной операции, после второй, и то, что я смог вот это все преодолеть, как бы это... Ну, ты опять на операции скатываешься, хотя это, конечно, это, понятно, это твой бэкграунд, с которым нужно иметь дело и еще и выигрывать, и вот от одной операции до другой, но, значит, смотри, какая тема. Ты же в курсе, значит, списка рейтинга марафонцев от Бориса Прокопьева. Да. Да? Ну, вот, что ты думаешь по этой теме? То, что там очки вот эти начисляются. Да-да-да, ну, есть методология подсчета, как бы там, она абсолютно понятная, прозрачная, и вот там много вопросов входит. Вот у нас Борис был в гостях, мы с ним долго обсуждали эту тему, и что вот он эту методу придумал, он ее, там, этот рейтинг с помощью этой методы поддерживает, и, соответственно, вот по этому рейтингу, там, для твоего понимания, ты сейчас самый элитный, самый топовый, действующий марафон, марафонец-бегун, который еще бегает, потому что ты переместился, я сегодня Борису позвонил, я говорю, Борис, дай список, дай посмотреть. Он мне высылает, и тут же звонок через 15 минут, он говорит, Саня, извини, говорит, я тебе не тот отправил, там не надо поправить, я говорю, там же Ревенков, говорит, еще выиграл чемпионат России, там место. А, да, там за чемпионат России, да. и он, значит, он все это посчитал, полтора часа он там что-то подсчитывал, прислал мне обновленный рейтинг. Короче, ты теперь на седьмом месте. Ты был на восьмом, и вот тебе там два очка он докинул, значит, за чемпионат. Да, то есть я, наверное, это Леху Соколова подвинул, да? Точно, абсолютно. И, да, и над тобой как бы уже не действующие бегуны, поэтому ты легендарный. Книжный герой, я бы сказал уже. Тебе очень много, там очень много очков занавесили, значит, за чемпионат Европы, да, там третье место у тебя было, там много очков за победы в чемпионатах России, там так далее. Ну, то есть это вот суммарный вот твой опыт, на самом деле, он как бы, ну, нифига себе. Поэтому, ну, это самый легендарный действующий марафонец, вот так бы я бы сказал. Ну, фактически, да. А мы тут сидим, травмы обсуждаем, типа, травмы, травмы, одна травма, вторая травма. Так это же как бы позволяет проникнуть, проникнуться вот этим вот духом работы, преодоления, вот этого труда, понимаешь? Потому что, ну, Алексей рассказывает про все эти операции, мне кажется, после операции, когда тебе ахилл там пришивают второй раз, уже думаешь, какой бег, ходить бы еще. На Олимпиаде участвовал тоже, ну, как бы, там, ничего себе, жирная галочка, да. Тебя вот, как бы, вот, профессионально, понимаешь, ты вот еще, кстати, я сегодня с Борисом, когда разговаривал, он сказал, что вот этот вот клуб людей, которые выбежали из 2-10, русских, он на самом деле очень маленький, то есть там, шесть человек. Шесть человек. А ты думаешь, а почему мы, кстати, вот так вот не можем выбегать, как японцы, например? Почему? С чем это связано? Ну, у нас трассы у нас нескоростные, то есть сейчас даже вот, ну, на данный момент, вот Дима Неделин, ну, как бы так считается, такой будущее, ну, как говорят, будущее марафона. В принципе, у него готовность такая неплохая, ну, то есть он, думаю, ну, на границе 2-10, 2-9 может пробежать, но при условии, если он попадет на хороший забег, на хорошую трассу, потому что у нас в России я не вижу, где можно пробежать так быстро, потому что Москва, это подъемы, ветер, погода тоже не очень. Единственный плоский марафон у нас, белые ночи, но там... Ну, там поворот много. Да, ну, повороты ладно там, скажем, просто там нет, во-первых, компаний пока что, кто может вот протянуть, я не говорю, что там кеницев привезли, которые на 2-6 побежали своей группой, мы бежим своей группой, плюс по погоде тоже там, ну, 50 на 50, все-таки это летний марафон, нам нужен осень или весна, что-то такое. Вот сейчас я смотрел Пушкин-Питер, вот это, мне кажется, идеальный старт, где можно пробежать, потому что из точки в точку, большую часть времени тебе ветер в спину, и плюс поворотов там по минимуму. Ну, надо докрутить еще 12 километров. Да, ну и тут докрутить. Не, оно есть, там есть трасса 42,2, вот с этого года сделали, да. Ну, не с этого года. Не с этого, ну, короче, он был всегда 30-ка, а потом добавили вот... А, я просто выходил просто. Да, да, 42 сейчас ездил. они и 30-ку, и марафон бегут, но там нужна мотивация, то есть там нужен призовой фонд хороший тоже, как бы приглашать спортсменов. Не, ну, а что, мотивации не может быть, вот, как ты говоришь, идеальная трасса. Мы бежали в 30-ку, там действительно нет горок, подъемов там, в спину дует, классно, ну, то есть... С машиной бежишь. Осень, ну, как бы вообще идеальная, может сложиться идеальная погода. не может для тебя быть мотивацией пробежать, ну, вот как Ренас, например, сейчас сказал, типа, я буду штурмовать рекорд Тихонова на 30-ке. Ну, прикольно, знаешь, такой хайпанул, все следили, ну, я не знаю, все, я про себя говорю, все следили, такие, типа, давай, там, выиграет, не выиграет, вот, следующий год будет штурмовать, там, и так далее. Ну, то есть, может же быть это мотивацией, пробежать 42 быстро, там, установить национальный рекорд, например, без денег. Ну, там же, не, без денег, без денег никакой мотивации не будет, я про это, к этому и веду речь, что, когда там поставят хорошие призовые, призовой фон сделают, тогда будут там бегать, ну, то есть, как бы. А пока все на бокс забег. Да, пока бокс забег. Бегал? И то, в прошлом году бегал, в этом году бокс забег уже не тот. Почему? Ну, призовые, они вообще есть или нет? Они провели весной в Ярославле и в Кирове, и все. В Кирове? Да. Не шутишь? Да. Бокс забег в Кирове? Да. А ты пропустил. Я пропустил, да, я все ездил. И все, и на этом бокс забег закончился, там, ну, сейчас. В Серпхеве был, по-моему. Ну, он без денег был. А, ну, это уже не забег. Я и говорю, это уже не забег. То есть, ты считаешь, что отсутствие призовых, это, ну, не поможет людям штурмовать рекорд ради того, чтобы стать прославленным бегуном? Это не мотивация? Да. Ну, это для тебя, как человек, который уже все прославился. А вот представь себе, тебя вот там 10 лет назад. Ну, все равно же это, каждый марафон, это подготовка, ну, это же не просто, ты встал с дивана и захотел, пробежал. Это, нужно понимать, что ты вкладываешь в эту подготовку, ну, финансы. То есть, ты едешь на сборы, там, все это. Ну, помимо здоровья. Да, 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 да. И, то есть, тебе нужна какая-то отдача. То есть, ты инвестировал, ты должен сверху что-то получить, а когда ты приезжаешь и там, либо по нулям, либо там... Ну, за грамоту, короче, не очень. Ну, то есть, как бы мотивация, а так себе. Ну, вот смотри, а у бегового сообщества там, так, на секундочку. А что у бегового сообщества? Ну, что-то, нет, трасса, понимаешь, вот тебе, грубо говоря, что пробежать, вот там 2.09, ты бежал, там из двух десяти, ты бежал, ну, в идеальных условиях, получается, то есть, там плоский курс, соответственно, там погода, не жарко, ветер, наверное, тоже там сопутствовал, там... Ну, его просто как бы особо не было, там типа штиля такого. Ну, хорошо, это вот, давай так назовем, типа идеализированные условия для того, чтобы пробежать на хорошие цифры. На рекорд. На рекорд, да. А что, других факторов нет? Ну, вот, я не знаю, там элементарно, вот, Прокопьев говорил про питание, там, группу, ну, кто тебя может поддержать в этом вопросе? Да, группа обязательно. Там и так далее. Вот в этой части, ты как профессиональный атлет, и который очевидно думал на тему того, что побить рекорд России, ну, у тебя же наверняка такая мысль была, ну, как-то, плохо тот солдат, кто не хочет садить. Нет, я любой марафон, который выходил вот после того, как 2.09 пробежал, я на любой марафон готовился с целью побить рекорд России. То есть, как бы, многие там говорят, вот, ну, Степа в 2018 году побежал вот на рекорд, или там, Дима вот, неделин в прошлом году на Белые ночи, а мы что, не бегали, мы так же выходили, и у тебя цель была побить рекорд. Ты выходишь и бежишь на вот эти цифры. Просто не получилось, и все. Ну, я понимаю, но это же вот процесс, я вот больше про подготовительную часть. То есть, ну, все равно не могут уже сколько, 17, какого года там? Да. Лет 17, 18, там пробежают, почти 20 лет, не могут пробежать быстрее 2, там, давай, условно назовем, 208, 208, там, нет, 209, 207. Да, но я имею в виду, что, ну, там, окей, 208. Ну, то же самое и с 30. Одна-две секунды, как будто бы это повторение рекорда, хотя, конечно же, это тоже считается. Нет, Питер, Питер-Санкт-Петербург тоже сколько рекорд держится. Ну, тоже верно, да, это того же, да, порядка, порядка вещи. Вот вопрос в том, что я не понимаю, вот, питание, группа, идеальные условия, может быть, еще что-то, что-то не хватает. Ты видишь, мы тебя мучаем, просто мы хотим получить ответ на этот вопрос. Никто ответить не может. Я вот всегда поражаюсь, значит, японцы бегут 2.07, из 2.07 100 человек бежит. Да. Что с ними, у них короткие, поэтому... Вот у них все есть, у них идеальные условия, там, плоские трассы, компания, вот это вот, призовые, там, там же за рекорд Японии поставили миллион долларов, и у них долгое время рекорд был 2.06, по-моему, и потом, после того, как они поставили вот это вознаграждение, сразу же рекорд сдвинулся на 2.04, ну, там, 2.05, и сейчас 2.04, и, соответственно, другие потянулись, там, тоже там по 2.06, по 2.07 стало много, большое количество бежать. Деньги? Опять деньги? Ну, да, деньги. Но при этом, деньги-то деньги, но они же тренируются, они же не просто как бы там бегают и умирают на финише, они же как-то тренируются, что-то они делают, что они так бегут. Может быть, все. Ну, сейчас сдвиг произошел за счет карбона, во многом, вот эти результаты, но в наших условиях пока что это неощутимо, то есть, нас как бегали, давай, там, 15, давай, 14, так, пока на этом и застряли. У нас вот именно, что нет плоских трасс и условий, то есть, сейчас бы, если бы все совпало, вот, допустим, чемпионат России весной, который проводили, проводили бы, вот, допустим, на трассе Пушкин-Питер, ну, я думаю, результаты были бы побыстрее, там, народ бы пробежал, 2.11, 2.12 бы, могли бы пробежать, то есть, как бы, это уже какой-то сдвиг. Я такой, знаешь, сейчас просто, может быть, так нельзя думать, но в Эфиопе есть клевые трассы, чтобы бегать. Ну, так они же там и не бегают. Так они не бегают в Эфиопе? Они, ага. Старты. Ты рекорды ставишь на каких-то стартах. Так, подожди, эти старты реализированы. Ну, смотри, я тоже бегаю на этих стартах, но я рекорды не ставлю. Ну, ты не Эфиоп? Ну, тоже верно. Но они же как-то тренируются у себя там в Эфиопе. Так, это не вопрос тренировки, это вопрос... Серьезно? Именно соревнований. Соревнований. То есть, ты хочешь, я сейчас, извините, то есть, ты хочешь сказать, что мы все тренируемся и потенциально готовы побивать рекорды, но только потому, что мы не можем здесь найти трассу, мы не бежим все там, типа, из серии больше, быстрее, дольше, чем 2-10. Так что получается? Да. Смотри, нет идеальной трассы, вот, грубо говоря, сейчас в России, для того, чтобы пробежать... Ну, в общем, Соколов поставил рекорд тоже, не в России. Не в России. Все рекорды бились... Ну, никто после Соколова не бегал, не ставил рекордов. В других местах-то. Все же бегают. Ты же бегал? В Валене все бегал? Нет. Такие не бегали. Ну, что-то не бегали-бегали. Не, все, кто... Ну, вот, единственное, в последнее время, вот, в прошлом году Степа бежал, там, в Чикаго. Так. Это за последний, там, с 2015 года, это, наверное, первое, первый, вот, кто выехал на быструю трассу и более-менее там пробежал. Все остальное, вот, то, что было с 2015 года, все, это в условиях, в наших, в российских условиях. То есть, не было возможности. Ну, это, это да, но мне кажется, еще и вот из-за того, что, как будто бы нет вот этой вот, знаешь, как-то, конкуренция, наверное, плохое слово, да? Хотя... Конкуренция, да, снизилась значительно. Снизилась, ну, то есть, как будто бы тебе же для того, чтобы себя превозмочь, тебе надо какую-то цель, которая такая, знаешь, вот она где-то вот рядом, там, ну, ее хотелось, хотелось взять. Если это цель, чуть-чуть более, да, чтобы был. А если его нет, то вроде, по-окей. Есть такой момент. Так и есть. Ну, ты вот как думаешь сам, вот ты вот, вот твое суждение, когда-то же все равно рекорд был, ну, очевидно, когда-то это, вот когда это произойдет, вот ты вот на кого ставишь, кто мог бы это сделать? Ну, если Никитин перейдет, в принципе, у него потенциал такой есть. И, ну, возможно, еще и Ренас. То есть, если они в борьбе между собой, они могут вот это сдвинуть. Ну, то есть, по Никитину я могу сказать, что он готов на 2.07 даже бежать по тем результатам. Единственное, что это тоже должно произойти где-то на хорошей трассе. То есть, даже при том, что он проведет хорошую подготовку, он встанет, побежит, допустим, ну, московский марафон, при готовности на 2.07, он пробежит там 2.11, допустим. Ну, первым прибежит просто. Ну, да. Привезет всем по минуте. Ну, да. Ну, не то, что минуты, там, пять минут, допустим, привезет. Ну, да. И все равно это будет 2.11, все равно это недостаточно для того, чтобы установить национальный рекорд. А если он поедет в Валенсию, там он пробежит 2.06, 2.07. Ну, и тоже в десятку даже не заедет. Ну, это не важно, зато будет национальный рекорд, знаешь, тоже за этим, ну, интересно же последить. Конечно. Это суперинтересная штука. Но, с другой стороны, подожди, а вот Володе сколько лет сейчас? 32, по-моему. Да, Ну, и он в марафон как-то не особо, я так понимаю, торопится. Вот, хотя казалось бы, у него сейчас пик карьеры. То есть, ну, он как раз планировал все на дорожке, все эти закрыть гештальты с рекордами. У него в этом году, к сожалению, не получилось. И я с ним общался, он говорит, ну, типа, независимо от этого, он в следующем году уже точно попробует марафон. Не знаю, где это будет, но уже он как бы с этим смирился, что уже пришло время, уже откладывать некуда. Смотри, взял, сейчас сразу раскал карты. Сейчас будем... Отлично, вообще супер. Не секрет, рекорд, который 2, 2, 0, 9, там, 54. В каком возрасте ты установил? В 27 лет. Это вот пик твоей был, получается, формы твоей карьеры, как марафон. Ну да. Я к чему это говорю? К тому, что вот не кажется ли тебе, что, ну окей, там Никитин, понятно, следующий год, там 33 года, там марафон пробежит, и возможно, это будет там тоже не старт класса, потому что, как ты говоришь, у нас Володя был, он действительно в подкасте, он говорил про то, что хочет все рекорды на всех дистанциях, которые он бегает, что может быть уйдет этот момент, знаешь, что вот, ну это же тоже возраст, тоже годы. Да. Ну я вот по себе ощущал, что вот 27 лет и где-то до 30, до 32, там вот примерно вот это самый такой пиковый период, потому что после 32 я как-то, ну начал чувствовать, что уже немного падаю, то есть как бы мне сложнее, сложнее немного дается тренировочный процесс, то есть как бы я уже понимаю, что даже если я побегу, ну наверное уже как бы рекорд России уже не смогу поставить. Поэтому да, здесь нужно не упустить момент, потому что Ренас тоже давно обещал перейти, ему уже сейчас 35 лет, это уже... Ну вот он побежал, Пушкин, Санкт-Петербург, мне кажется, знаешь, это как пробник марафона, вот есть такое ощущение, потому что он же не бегал марафоны. Ну не, марафоны точно не бегал. Поэтому так вот, а это вроде как такой, знаешь, заход на эту территорию, чтобы почувствовать. Возможно, да. И 35, да, тоже есть такой моментик, что может быть... Ну замен, там как бы скорость падает, а растет выносливость. Получается, что в какой-то момент неравен часто выйдешь на ультру, так что ли? Мы тут с Александром попробовали, посмотрели на этих суперлюдей, которые бегают по несколько дней с этой депривацией сна и живые там побеждают. Это, конечно, просто удивительно. В никакие, в принципе, в никакое понимание это вообще нельзя уместить. У тебя вообще, в принципе, есть ли какие-нибудь планы? Вот ты чувствуешь, что заканчиваешь карьеру марафонца, тебя куда тянет потом? Ну, единственный старт, вот который я по завершении карьеры мог бы пробежать. Комрадс. Да, да, Комрадс. Ну, и поставить галочку, что все, я все попробовал. Вот это единственная ультра. Почему единственная? Ну, это, получается, самая топовая ультра, которая есть в мире, как бы, к ней все стремятся, наверное, мне кажется. Ты за марафон выходил? Нет. Ни разу еще? Ни разу. Ни разу. Ну, вот, я понимаю про Комрадс, потому что сами, как бы, мы вот там и внутри горим, тоже хотим пробежать, когда-нибудь. В этом году мы будем это покупать. Да, будем регистрироваться, да, все, все понятно. Но, как будто бы, я не знаю, знаешь, там, за пределами марафона, там, не только же вот эти старты есть, Комрадс, но есть еще из-за чемпионата России по, хоть сказать, на 100 километров, например. Ну, не суточный, ладно, бог с ним, на 100 километров. За грамоту? Ну, все равно, это же, знаешь, карьера закончится, там, рано или по, я же не говорю, вот на следующий год, а вот в целом, то есть там, через 10 лет, например, ты вот на эту тему думал, что вот, а что, что дальше-то? Какие там у тебя, ну, помимо тренерской работы, очевидно, помимо там, не знаю, какой-нибудь, может быть, какой спорт в публичной деятельности. В плане продолжения. Да, да, ну, то есть чем заниматься там через 10 лет? Да, как бы, я думаю, если даже я закончу карьеру, я просто, ну, как бы, стану любителем, буду просто бегать в удовольствие, и все. Не манит, не хочешь, не нравится тебе. я говорю, если ультра, то только комраз. Но придется два раза их вбежать. Почему? Потому что один раз вверх, другой раз вниз. Так он может бегать и 10 раз там, если люди по 40 раз бегают. Не, он говорит одну, один раз пробегу, галочку поставлю, и все. Вот я говорю, один раз не получится. Там замануха, один раз зайдя туда, ты оттуда не выйдешь просто. Ну, да, 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 там есть какие-то эти ништяки, да, это называется, это прикольно. Какой у тебя быт складывается после тренировок, после, что ты вечерами дома делаешь? Ну, у меня семья, двое детей. Я понимаю, Двое детей, там, все понятно. Ну, то есть, играешь с детьми, занимаешься, развиваешь. Мне вообще сложилось впечатление, что Алексей очень загруженный график, потому что мы сколько пытались тебя вытащить, напоболтать. Да, в июне или в июне. Да, что-то очень, очень тяжелое. ну, видишь, разгар сезона, понятно, там, туда-сюда человек ездит, все такое. Ну, я про быт, когда спрашивал, я имею в виду, что есть что-то вот такое, что тебе больше всего нравится делать, что тебя вот прям кайфуешь. Не, ну, я говорю, у меня вот вечер, получается, большая часть вечера занята, потому что я с детьми там, либо на какие-то занятия водишь, ну, и садика, соответственно, забираешь. Ну, и хочется время посвятить, потому что... Семье. Папу не это, не видят, да, большую часть. Ну, да. Посмотрю. Ну, а давай про творческие планы спросим, очень интересно. Ну, давай, хорошо. Мудацкий вопрос, ну, вот сейчас сезон закончился, ты же думаешь уже на тему того, что будешь в следующем сезоне делать? Да нет, еще планов таких нету, потому что еще календарь такой не сформирован, даже неизвестна дата там белых ночей, весеннего там марафона, поэтому... У меня обычно где-то все это формируется где-то в феврале месяце, то есть я до февраля там такой в расслабленном таком режиме, ну, то есть я сейчас, сезон у меня заканчивается. Ты падаешь в яму. Да, я сейчас отдыхаю, ну, там, недели три отдыхаю, потом постепенно начинаю встягиваться, там, силовые, такой базовый период, потом до февраля месяца у меня такой лайтовый график, там, по одной тренировке даже, ну, и потом уже, когда уже календарь есть, там уже начинаешь уже подготовку. А что, вообще, в принципе, ну, какой старт можно выбрать на следующий год главным? Чемпионат России? Да нет, меня в последнее время Чемпионаты России вообще не привлекают. Я и то в этом году участвовал только из-за того, что не было выбора по весенним марафонам особо, то есть там на тот момент, что у нас было в календаре, по-моему, Царско-Сельский марафон, куда никто не поехал, ну, и вот Казань. А почему никто не поехал в Царско-Сельский марафон? Такое название красивое. Ну, я там бежал один раз, в принципе, трасса такая хорошая, неплохая, но с точки зрения опять таких же призовых, там было... Пряник? Да, я даже, честно говорю, не знаю, там просто ничего не озвучили, поэтому... Книга. Была выбрана Казань. А так, ну, из целевых стартов я бы все-таки Белые ночи, как бы мне это... Хайфовый, да? Да, больше всего нравится этот марафон, и в зависимости от того, какие сроки он будет проводиться, я, скорее всего, буду его как целевой выбирать. Ну, я так понял, из нашей сегодняшней беседы, беседы, питерская трасса тебя, ну, радует, да? Да, да, ну, там плоскач, и все-таки такие... Ну, вот сейчас вот на полумарафоне ты третий прибежал к нам, да? Да. Что-то не зашло, да, с недели он не стал зарубаться? Ну, я не настолько готов, у меня конец сезона, он сейчас на пике, поэтому я... Он в Москву побежит, да? Да, в Москву побежит. А ты? Я все, я все уже закончил, То есть тебя на московском марафоне мы не увидим? Ну, зрителям. Ну, или хотя бы в десятку там с детьми, нет? С нами вместе. Нет, все, хватит. Я не жадный, как некоторые там по три, по четыре, ну, то есть я и так уже три марафона в этом сезоне отбежал, это для меня, по-моему, три марафона я даже, по-моему, и не бегал. То есть ты не как Юра Чечен, который... Да, да. Много может марафонов. Четыре марафона за два месяца. Да? Ты так не делаешь? Нет, я на основном на такое не способен. Вот, видишь? А это говорит о чем? Ну, не знаю, об уровне подхода к организации своего тренировочного процесса. Очень дипломатично. Я, кстати, присоединяюсь к твоей фразе, она мне должна нравиться. Ну что, обнимаю? Ну да. Спасибо, Лех. Спасибо. Вам спасибо. Бег в Рейдинг Лайф. Здесь мы рассказываем истории про спорт, здоровье и путешествия. Бег в Рейдинг Лайф.